приветствую вас вчера как и многие наверное кто интересуется политикой смотрел допоздна выступление президента путина на валдае на валдайском форуме и впечатление меня было в итоге не очень ну вот тут подоляка пишет что новый мир и порядок да это прям самом начало прозвучало что владимиру путину тесно в рамках одной стороны россии что он видит себя мировым лидером и лидером других народов ну отсюда идет то что мы наблюдаем внутри россии я имею ввиду мигрантскую тему вот все это конечно интересно все это хорошо и подоляк не может по другому как сказать прокомментировать что в принципе это правда справедливо всех стран и народов северенное равенство вот это вот все это все хорошо особенно для тех народов которые значит приезжают к нам жить за счет россии за счет наших налогов это отлично конечно и наш президент когда за задевали тему мигрантов или соседи он с таким мозг это воодушевлением говорил что представляете в узбекистане каждый год на 1 миллион прибавляется народу как здорово ведь в индии 10 миллионов в год прибавляется но там и полтора миллиарда людей а здесь в узбекистане вот в рядом миллион в год раз миллион раз миллион но если продолжить эту мысль то куда этот миллион потом девается рядом еще таджикистан которому закрыли въезд все страны кроме россии там тоже миллион 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 может там меньше больше не важно там нет работы там нечем заняться там рожают детей там занимаются сексом и рожает от этого детей эти дети потом думают куда бы нам поехать и тут добрый мировой лидер который это я не буду перечислять наши студии 193 на народности и соответственно он президент всех этих наших народностей если добавить с каким народностям еще там 35 но это не принципиально ну допустим но добавится там узбеки таджики там киргизы ну что такого но будет там 198 там ну какая разница человек правитель он пастух и какая ему разница какие овцы там пасутся на территории россии но там было в цвета перевести там белый черный серый там какие-то еще но от русских белых например было там какое-то количество но пришло там каких-то серых или черных там но какая разница какая ему разница вообще никакой он президент он выше этого вот этих каких-то там межнациональных межрелигиозных он выше понимаете это грустно потому что россия строилась всегда на основе русского народа пока что русских большинство но это пока что та политика которая сейчас ведется она приведет к тому что русских станет меньше и тут будет уже не россия а что-то такое соединю как как соединенные штаты америка или как соединенные штаты европы это будет что-то уже другое но как говорит наш президент ну такая историческая реальность ну так вот так получается и что получается значит сначала к нам приезжали мигранты чтобы поднести наши улицы то есть мы опять же копчу мы то правительство наше и президент наш не могли создать систему по которую по которой русские могли подметать русские улицы и раньше подметали и в царское время были дворники и в советское время были дворники а сейчас нельзя такую систему создать ну потому что это невыгодно и значит начали приезжать сюда дворники потом строители то есть мы сюда строили свои города свои дома то есть умели а сейчас вдруг разумелись да и нам нужно по зарез мигранты строители потом значит стали другие там приезжать там таксисты какие-то водители автобусов курьеры потом начали приезжать уже семьи осмелели уже смотрят тут классно классно если какие проблем заплати и все и классно тут пособие тут пособие почему здесь магнит для мигрантов тут деньги халявные то есть с одних овец стригут налоги и распределяют другим овцам которые неприхотливые которые дают на прибыль сверхприбыль олигархом отличная система потом стали приезжать уже врачи ну я сам лично столкнулся врачи таджики там узбеки отлично новая новость ну то есть что депутаты уже идут эти мигранты это следующий шаг при том от единой россии который управляет президент и новая новость это уже создание мвд на основе киргизов то есть киргизские полицейские приезжают сейчас города миллионники но они не граждане россии они киргизы и имеют должности киргизские полицейских то есть создается параллельное государство или государства или государства киргизское или государства там а чё там а почему таджики нельзя полицейских или каких-то еще тут ну как бы создать для чего в наших городах киргизский полицейский для того чтобы но какая идея это должна быть и того чтобы следить за киргизами в наших городах то есть получается даже наша полиция российская не справляется или не дают полномочий или там не знаю не платят денег чтобы туда люди пришли ну короче эта проблема государства и эту проблему как и предыдущие проблемы дворников строителей врачей да решается вот таким образом опускать киргизские полицейские сюда приедут и будут там это улаживать конфликты которые возникают между киргизами и русскими да или другими там ну тогда следующий шаг киргизское правительство ведь полицейским надо тоже как-то управлять да полицейскими врачами строителями там семьи и тому же там вот котельниками да вот этими все анклавами надо как-то управлять нужно тоже киргизское правительство так джижское правительство да узбекское правительство но у правительства тоже надо как-то кем чтобы управлялась тогда нужен президент только президент чего президент россии или президент киргизии в россии или президент на автономии киргизии в россии в россии вот все равно глава должен быть председатель правительства но председатель правительства по нашей иерархии управляет президент так вот президент путин будет управлять киргизским правительствами киргизскими полицейскими, или киргизский президент какой-то, ну вот у нас есть же чеченский президент, да, который выдает приказы брать плен или не брать плен солдатам, то есть через голову главнокомандующего, через голову министра обороны президент Чечни дает указания. Ну, значит, у нас будут еще теперь, еще такие президенты, которые будут своему народу, значит, давать указания, там, намаз, не намаз, там, работаем, не работаем, ну, как-то так получается, да, нарушаем законы, не нарушаем законы. Вот это вот почему не видно? Ну, вот он несколько раз отвечал на эти вопросы, отвечал на вопросы, в том числе, про социализм, греческий, там, старый такой человек, который, видимо, еще, у греков там были коммунисты, значит, он, видимо, говорит, ну, вот вы видите, что вы критикуете капитализм, может быть, пора там как-то вернуть какие-то плановые производства, может быть, элементы социализма, не-не-не, не-не-не, значит, я знаю, что происходит так, консерваторы, ну, то есть капиталисты накапливают какие-то богатства, потом приходят либералы или там социалисты, они все это дело раздербанивают, и возникает потребность опять в капитализме, чтобы опять накопить какие-то ценности, и так происходит циклично, сказал человек, который не пользуется интернетом, он говорит, я интернетом не пользуюсь, там какие-то четыре кнопки нажимаю, то есть он питается теми докладами, теми, я хотел сказать, слухами, теми докладами, которые ему докладывают специально обученные люди, а вот эти обученные люди, ну, администрация президента, видимо, и министры, они, они за кого? Они за русский народ или за себя, за свою должность? Ну, такой вопрос риторический. Он, вот, меня лично удивил, наверное, подалеку тоже, что сейчас во время, ну, на СВО два окружения, окружения, на пять, по-моему, или на десять тысяч человек, окружения, вот, я не знаю, где он эту информацию берет, и там еще какие-то потенциальные окружения, может, это планы генштаба, может быть, те доклады, которые ему идут, они какие-то особые доклады, и он в этих докладах, как бы, живет, он живет в другом мире, он не выходит же на улицу прогуляться, да, он, если выходит к народу, там народ уже готов, да, это специальные люди, да, отфильтрованные, там не может быть каких-то случайных людей с какими-то ножичками, там, с Аллах-Акбарами, да, то есть это люди доброжелательные, он с ними поздоровался и думает, что он был в народе, он знает, чем народ дышит, но нет, Ваня Иванович, нет, вообще, совсем нет, народ очень напряжен, что вы замещаете русское население, которое вы на словах уважаете, замещаете инородцами, среднеазиатами, и вы этим довольны, вот он сказал, а вы знаете, ну, это он откуда знает, это ему доложили, а вы знаете, что строительная отрасль прямо сейчас готова поглотить 500 тысяч работников, ну, понятно, каких, мигрантов, 500 тысяч, это ему сказал министр строительства, я так понимаю, а, значит, промышленность, это ему, видимо, министр промышленности сказал, готовы прямо поглотить 250 тысяч рабочих, мигрантов, конечно, да, вот, то есть подумать, как перераспределить российский народ, чтобы закрыть эти потребности, тут вопрос не идет, нет, это потому что дорого, это дорого, надо платить большие деньги, вот это вот думать, вот это все, социальный момент, зачем, когда можно нагнать мигрантов, сказать, куда нести, вот это бери, неси туда, и все, и денег заработать, и проблем нет, и плюс это народ увеличивается, да, выражается по три, по пять детей, вот отлично, это только две отрасли, две отрасли уже 750 тысяч потребностей, якобы, да, а есть и другие, там, не знаю, Валбрис, там, Озон, какие-то еще, там, РЖД, там, Газпром, и там, в итоге, потребность, дефицит, якобы, миллионы людей, которые к нам и приезжают, потому что там занимаются рождением, а здесь не занимаются рождением, а почему здесь не рожают, ведь президент вам сказал, рожайте, а что не рожайте, ну, потому что есть всякие, ну, например, Грефы, да, которые сейчас, ипотека вообще порочна, с моей точки зрения, но сейчас те проценты, которые возникают после того, как гениальный финансист Набиулина подняла ставку рефинансирования, вообще заоблачные, там, какие-то банки до 40 процентов, это одну квартиру ты, как бы, покупаешь или имеешь и платишь за три, за четыре еще, чтобы Грефу было приятно, ну, Грефам, точнее, банкирам. Какой дурак будет рожать детей в квартиру? Однушку, которая может себе позволить платить всю жизнь, да? Ну, кто будет рожать в однушке, значит, много детей? Ну, только если мигранты. И то, значит, эти люди, они, ну, как сказать, гибкие, да, они могут договориться, и они могут зарабатывать уже больше, чем россиянин. Ну, просто это деньги, опять же, в параллельном государстве, вот там, условно говоря, садовод, раньше был черкизон, сейчас садовод, да? Они зарабатывают нормально, они уже монополизировали такси московское, у них там уже эти киргизские флаги стоят, они уже не сажают на передние сидения русских, потому что мы кафиры в нашей стране, на наших улицах, мы уже чужаки, у нас только на задние сидения, это с гордостью, с таким пафосом. Ну, кто отвечает у нас за эмиграционную политику? Президент. Почему он ее не решает? Потому что у него взгляд такой, это космополитический взгляд, даже не либеральный. Космополит, он думает о людях всей планеты, он переживает за них, он очень чувствительно относится, как о нем думают другие журналисты, лидеры, он к этому очень трепетно относится, как другие думают, как думает русский народ, ну, как сказать, я подберу слово прохладно, да? Ну, думает и думает, что, родные мои, все нормально, а вот как другие лидеры, вот он рассказывает с такой иронией, ну, вот у нас была там восьмерка, пригласили Россию, вот семерка поговорил, потом меня приглашает, ну, это унизительно, да? Он мне сказал унизительно, ну, как бы, ну, что ж там, вот у меня был друг Макрон, он перестал быть другом, Шольц нормальный был, этот Байден нормальный, мы с ним анекдоты там, что-то там улыбались, там анекдоты чесали, да? Все были друзьями, но они оказались, ну, не друзьями, меня надували, Меркель надувал, все его обманывали, те, с которыми он хотел дружить, то есть он, как бы, авторитетно с большим таким, не знаю, ну, как сказать, солидностью, да, рассказывал, как его постоянно надували. Ну, если его на том уровне надували, то может ли он тогда быть не надут внутри страны? Вот эти доклады про окружение какие-то, про какие-то успехи, про дефицит, значит, трудовых рук, вот тут что, все по чесноку, да? Ну, в свое время и Чубайс там рассказывал про нанотехнологии, про какой-то там планшет, да? Где этот Чубайс, где этот планшет, где эти миллиарды, которые Чубайс взял и сейчас спокойно, его не преследуют уголовно, спокойно живет в Израиле, похитив у страны огромные деньги. То есть эта модель отличная, да? Ее менять не надо. Ну, когда он упоминал про модель, он говорит, ну, вот китайцы нашли же свою модель, ну, так, ну, скопируй тогда эту модель, если она удачная. Но там принципы другие, там за коррупцию смертная казнь. А тут коррупция, как, как сказать, доблесть, да? Коррупция, если ты соблюл все правила, если все интересы всех людей, всех чиновников, значит, сохранены, то это не коррупция, это просто, ну, как бы, возможность, это возможность. Но если ты что-то там перешел, какую-то черту, что-то там не поделился, тогда ты преступник, иди в турма. Так, так. И вот грустно меня настроение после того, что я услышал про перспективы, значит, нашей страны. То есть про Россию особо не говорилось. То, что мы торгуем, ну, торгуем, да. То, что мы там что-то... А, вот про Украину еще у меня, значит, когда стали говорить, ну, там задал вопрос иностранный, по-моему, журналист, с Украиной что? И он говорит, ну, как вот, говорит, ну, вот, Юго-Восток Украины и Крым, ну, там же русскоговорящие, это вот как бы, как я понимаю, намеком, что это, ну, как бы, наше. А что дальше, вот это все там, Киев, это как бы получается, что это уже не русская земля? А на каких основах тогда останется вот эта Украина? Она будет пророссийская? Серьезно? Вот, то есть, если мы оставим вот эту половину или какую-то часть там Украины, то она будет нейтральной, она подпишет какой-то договор железобетонный и будет прям вот нашим другом или нейтральным. Ну, Владимир Владимирович, ну, как бы, кто-то из нас наивный. Ну, вроде бы, вроде бы это не вы, да? Или вы наивны? Ну, тут, может быть, политика, то есть, раньше времени не говорить о том, что мы должны всю Украину деноцифицировать и, ну, или как бы, с украинской точки зрения захватить. Значит, а потом переформатировать этот русский народ и напомнить, что это вы все русские, да? Ну, тогда зачем такие слова говорить? Я за мир, за переговоры, за вот это, да? Ну, это же тогда что-то не стыкуется. Начало СВО было деноцификацией всей Украины, а сейчас говорится, что вот эти регионы наши, а Одесса это не наша, а Николаев это не наш регион. Ну, по-моему, наш. Там конкретно говорят по-русски. А Днепропетровск это что, не наш? А в Киеве по-русски не говорят? Ну, вот что-то как-то вот это я не понимаю. Но опять же, я же не политик, я просто блогер, который рассуждает по поводу выступления. Многое могу не понять, да? Но то, что меня интересует, это Россия и русский народ. Про него, ну, понятно, это международная встреча. Зачем говорить на международной встрече про русский, да? Про русский народ. Зачем? У него 190, сколько там, два народа вообще, да? У кого больше? Вот, он президент всех. Особенно, в первую очередь, малых народов. Чтобы малые народы не обижались, не были ущемлены. А русский народ, ну, а что он на русский народ? Ну, он терпеливый, он потерпит, ничего страшного. Правильно, Владимир Иванович? Что нас там, это, особо, выделять куда-то? Потерпим. Наверное. Вот, поэтому, ну, да, новый этап начинается. Но опять начинается, потому что Трамп выиграл, да? И сейчас, конечно, будет движение в разные стороны. Но что в голове у человека, который не интересуется событиями лично, который не выходит в интернет, не имеет смартфона, это доблесть или, как бы сказать, не совсем умно, да? Ну, как? Если ты питаешься теми докладами, которые делают другие люди, то ты зависишь от них. Короля делает двор. Если ты сам не видишь, что происходит, не можешь анализировать, не смотришь напрямую какие-то сообщения или выступления, то у тебя искаженная картина. И этот туман, эта искаженная картина может привести к трагическим последствиям. Да? Ну, вот, с чем, что хотел, то сказал. На этом я оканчиваю. Всего хорошего. Можете, кстати, подписаться на канал. Еще что-нибудь могу сказать. Пока не посадили. Ну, только, опять же, вот, я говорю и думаю, вот, вот за эти слова посадят, не посадят. Ну, как бы, примут, не примут. Ну, не знаю, вроде либерализм, вроде он даже позора вернули. И Киркоров пляшет с перьями. Значит, наверное, говорить-то можно. Я вообще за Россию, я поддерживаю СВО. За что меня можно посадить? За критику? Ну, он меня не услышит, да? А те люди, которые ему подают доклады, ну, нафки я им сдался, да? Если у меня был миллион подписчиков, ну, тогда, наверное. А так, ну, что там, свистит какой-то там Игорь Ткаченко о каких-то там событиях, да? Да пофиг. Ну, в общем, пока. Ну, вот, дописка тоже от Подоляки. Поддержка моих слов, тезисов. Значит, президент России Владимир Путин о мигрантах и миграционной политике. Владимир Владимирович вчера, на Алдай, отвечая на вопрос по поводу миграции и миграционной политики, сказал примерно следующее. России сегодня нужны рабочие руки и, соответственно, мигранты. Ну, да, я про это говорил. Но миграционная политика государства должна, в первую очередь, защищать интересы, благосостояние и безопасность граждан России. Вот я вот этого не услышал. Хорошо, что Юра это услышал, я этого не услышал. Но, опять же, декларация одно, а жизнь, которая вот, выйдешь из дома, это другое. А потому прибывающие мигранты должны, должны, кто бы им и рассказал, что они должны, должны не только владеть языком, знать основы российского законодательства, но и соблюдать законы страны. Ну, законы страны и законодательства это одно и то же, Юра. Но они знают Аллах Акбар. А если Аллах это Акбар, то законы любой страны, России, Америки там или Словакии, да, это на втором месте. Главное, Акбар, Аллах. Поэтому тут это тупиковый путь, рассказать им про законы нашей страны. И вот тогда, по мнению главы нашего государства, миграция не будет вызывать отторжение у граждан. Тоже это не услышал, это Юр, Юр, твои додумки. Он такого не говорил. Комментарий. Повторю еще раз для чиновников, которые любят все слова президента толковать по-своему. Главное, миграция не прибыль для экономики. Да, так и есть, Юра. Он так и сказал. Для развития нам нужны рабочие руки. Нам нужна прибыль. Надо повышать это самое, ВВП и так далее. Но ты почему-то услышал по-другому. Главное, миграция не прибыль для экономики, которые могут принести мигранты. Главное, безопасность интереса граждан. Ну, может быть, я пропустил что-то. Может быть. Но я этого не услышал. Я ждал этих слов, но я этого не услышал, Юра. Ну, хорошо, что ты это как-то где-то уловил. И дай бог, чтобы это так и было. Ну, пока что, увы. Пока что, увы. Все, пока.